МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Важен ли архив в первую очередь тем, что мы входим на новый этап развития? Мы понимаем, что сейчас уже огромное распространение получили цифровые технологии, и наша основная задача сейчас – войти и в сфере комплектования, и в сфере использования, и даже в сфере сохранности современные технологические средства. В конференции приняли участие представители архивов из разных регионов по Волжье. Они приехали, чтобы обменяться опытом и посмотреть, как живут архивисты Ульяновской области. Сказать о том, что у нас имеет место быть, потому что у нас тоже продолжается активно в стадии уже завершения ремонта в зданиях государственного архива, а наш государственный архив включает в себя аж пять бывших республиканских архивов, включая национальный, включая бывший парт-архив, включая архив аудиовизиальной информации. То есть у нас такое, знаете, очень крупное сейчас архивное учреждение, плюс у нас и в республике выстроена четкая вертикаль. У нас теперь не просто комитет или, допустим, архивное управление, а у нас уже теперь государственный комитет, республикастан по архивному делу. Конечно, любая конференция архивистов не обходится без презентации книг. Входящие в состав архивного фонда документы позволяют исследователям ежедневно совершать новые открытия в области, как в истории нашей страны в целом, так и в истории отдельного региона. Так, кандидат исторических наук Надежда Липатова презентовала сборник документов «Провинциал Великой Российской Революции». Это издание коллективное, то есть это два ульянских архива, это Институт региональных исследований имени Карамзина, это Центр развития истории и культуры при Центре стратегических исследований Ульяновской области. Это те, ну, скажем так, институции, которые это как бы создавали. Если брать людей, то здесь соединение двух профессий. Это архивисты, профессионалы, что очень важно, и это историки. И, как мне кажется, вот этот такой опыт, первый, во всяком случае, на ульяновской земле, ну, конечно, мне судить очень сложно, беспристрастно, но мне кажется, этот опыт оказался положительным. Познакомиться с новым изданием можно в читальных залах Государственного архива и архива новейшей истории Ульяновской области. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова